Слава Богу, братья и сестры! Мир вам! Бог еще нам время дает, знаете, приготовить всегда себя. Конечно, я вот сейчас подумал, стоя там на своем месте, вот когда идет хлебопреломление, вот мы уже четверга почему-то начинаем себя готовить. Знаете, Бог хочет, чтобы мы были всегда готовы, пусть Бог нам поможет. Я понимаю, не надо ждать четверга, не надо ждать какой-то день. Если что-то с тобой не так, дорогие мои, мы можем и в понедельник взять пост и молитву. Есть здесь две молитвы, можем еще и посетить их по часу. И Бог, я верю, нам поможет во всем. Прежде чем молиться будем, я прочитаю из Псалтира, Псалом номер 14, Псалом Давида, немножко порассуждаем. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, ответ, тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего. Тот, в глазах которого призрон отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невидного, поступающий так не поколеблется вовек. Слава Богу! Давид в то время пользовался Торой, которая была у него. На основании этого сделал вывод. Не было Нового Завета, не было других каких-то вопросов. Но сегодня мы порассуждаем над этим. Он пишет, Давид, задает вопрос. В первом куплете здесь задает вопрос. И сам же потом на него отвечает. Давид пишет, знаете, чтобы мы не расслаблялись. Он задает вопрос, кто может пребывать в Доме Господнем. Знаете, чтобы мы немножко задумались, а кто? И вот он дальше отвечает, и кто может быть на Святой Горе Его? А кто? Знаете, и написано Тот. И это касается каждого из нас сегодня. Знаете, пишет, почему он пишет, чтобы мы не расслаблялись. И были на страже своего сердца. Потому что, знаете, сердце нужно хранить. Сегодня, как никогда, столько информации. И когда мы приходим в Дом Божий, Господь куда смотрит? На сердце. С каким сердцем пришли? Знаете, с каким? Дальше он смотрит, допустим, почему он избрал это сердце. Как земная наша жизнь зависит от сердца, так и духовная жизнь зависит от сердца. Поэтому Господь смотрит на это состояние нашего сердца. Чем оно сегодня? Напитано, пропитано и наполнено. Вот и Господь приходит, и каждого, я так думаю, что нас осматривают. Ведь мы его дети, вы знаете. Дети, когда приходят малые, в первый урок смотрят, вымазался, не вымазался. Осматривают, родители смотрят на детей, там, разулся, не разулся и так далее. Пусть Бог поможет нам. Поэтому и Господь смотрит на каждого из нас. И дальше идет перечень пороков, которые не дают нам быть на святой горе. И нарушают связь с Господом. Знаете, если они есть, не дают, так написано, тот, который это все имеет, не может, Давид говорит. Поэтому тут вопрос такой стоит, давайте рассмотрим. Написано, кто не клевещет, кто не лгет, не делает зла, не принимает поношения на брата своего. Это тот написано. И дальше написано, кто ходит непорочно. Вы знаете, в свое время в жертву порочного ягненка не принесешь. Осматривали тщательно, чтобы был без пятна и порока. И Господь хочет, чтобы и невеста его была такая, без пятна и порока. Поэтому хотелось бы, чтобы мы тоже обращали на это внимание. Как мы ходим перед людьми, на работе, везде. Являемся ли мы тем светом, тем примером или образцом, который Господь хочет, чтобы мы действительно показали. Потому что мы дети Божьи. И мы, как представители Отца нашего Небесного, мы же сегодня все говорим, что странники и пришельцы. Знаете, и дом наш на небесах, не на этой земле. Поэтому, дорогие мои, давайте рассмотрим это. Кто не клевещет, знаете, языком своим. Что такое клевещет? Ну, где-то напрасно что-то говорит на брата. Или разносчиком каким-то является. В Слове Божьем написано, что этим занимается дьявол. Он в день и ночь написано клевещет на братьев наших. Пусть Бог нам поможет, чтобы мы не были такими. И для этого и Слово Божие говорит, чтобы мы были искренними в этом вопросе. Не клеветали. Дальше. Он хочет, чтобы мы не лгали. Знаете, я помню, только пришел в 92-м году в церковь. Я внимательно слушал, думаю, мне же надо это все как-то принять в сердце. Куда я попал? Туда, не туда? Что тут говорят? О чем говорят? И внимательно изучал. Мне там Гриша Демьянцев в первый же день подарил Библию маленькую. Я ее читал. Вы знаете, и там написано, проповедовали, что участь лыжецов где? В озере Огненном. Знаете, а у меня так получилось. Раньше не было мобильных телефонов. Был простой телефон. И, ну, обычно, кто первый поднимет трубку, тот и отвечает. Было же так. Вы знаете. И вот сколько раз сын на меня. Папа, если меня, меня дома нету. Компания, конечно, нехорошая, мирская. Ну, конечно, скажу, что нету. Сиди лучше дома. Вы знаете, один раз нету. А где он? Уехал к бабушке. Второй день. Где он? А уехал к бабушке. А здесь-то уже начал осудить. Ты же обманщик. Вроде как доброе дело хочется сделать, знаете. Но обманываю, знаете, людей. И Бога обманываю. И как-то пришли у нас выходные. Я уже не выдержал. Пошел на базар, купил с определителем телефон. И там он уже там, как кто-то звонит, там телефон уже объявляется, номер. И уже сидим, чей? Мой. Ну, иди, отчитывайся. Пусть Бог поможет. Знаете, и так вот, ну, потому что совесть, знаете, как-то получается так лыгать. И каждый шел и поднимал свой телефон. Он не хочет поднимать, не поднимай. Вопрос другой. Ну, по крайней мере, звонят тебе. Вот такие. Поэтому Бог хочет, чтобы мы не лгали. Чтобы мы были искренни перед Богом. И с искренними написано. Он поступает искренне. А с лукавым вообще не имеет никаких дел. Знаете, он говорит, он во мне не имеет ничего. Пусть Бог нам поможет, чтобы мы не лгали. Не делали зла ближнему. Знаете, зло, если и так ближнее делать, если мы еще начнем делать, оно будет умножаться. А Бог не хочет, чтобы оно умножалось. Он хочет, чтобы мы зло побеждали добром. Потому что он зло не создавал. Знаете, и как тот градусник, чем больше добра, тем меньше зла. Он как-то гасится этим. Знаете, и на земле будет добро. Если вы всем будете делать добро, то кто вам сделает зло? Хотелось бы, чтобы мы понимали это и старались всем делать добро. И в Якова написано так, что если ты знаешь, что нужно делать добро и не делаешь, то грех. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы были теми людьми, которые созданы на добрые дела. Господом. Слава Богу. И дальше, который не принимает поношения. Знаете, не понимает поношения на ближнего. Мы же люди такие. Нам хочется же послушать. И что там, и что там. И знаете, в другой раз такого насобираем, что уже вроде и здороваться не надо с человеком. И не хочется, дорогие мои. Вроде до этого был хороший человек. Как только услышал где-то со стороны, все уже. Ага. Вы знаете, я бы так не сделал. Как он мог? И опять же суд пошел. А Бог говорит, такие не будут на Святой Горе и в Доме Господнем. Пусть нам Господь поможет, знаете, побеждать это силою нашего Господа Возлюбившего. Дело в том, что это борьба, дорогие мои. Серьезная борьба, знаете, с кем? С самим собой. Хотелось бы задать себе и вам такой вопрос. Столько лет в церкви, знаете, и так сказать. Вот кто вышел бы и сказал бы, братья, сестры, слава Богу, наконец-то я победил гордость, обиду, неприязнь. Что еще победил? Недовольство какое-то. Вы знаете, не можем. Только с Господом. Поэтому Бог хочет, чтобы мы готовили себя. Как-то могли с этим сражаться. Знаете, может кто-то из репцентра скажет, вот я, слава Богу, оставил вредные привычки, как говорят, уже там и не пью, и не курю. Знаете. Но, но, недалеко от это шло. Недалеко. Когда-то Господь сказал Каину, грех лежит у порога, но ты господствуй над ним. Что от нас хочет Господь? Чтобы мы над всеми этими непонятными нашими, знаете, вопросами, грехами или недостатками, будем говорить, нашими, чтобы мы господствовали. Мы, как господа, божьи дети, господствовали над этим. Но это очень трудно. И без Бога, и не сможем, и может даже и господствовать. Но для этого Господь сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Знаете, бодрствуйте. Это не то, что там в спячке какой-то находиться, а действительно в таком хорошем расположении. И написано, трезвитесь, трезво на все смотрите. И Бог нам поможет в этом, знаете, над рехом. Он даст нам силу и поможет. А для этого мы должны с Божьей помощью побеждать и понимать, что только с Господом мы можем измениться к лучшему. Потому что Он сказал, я твору все новое. Он творит новое. Не мы, дорогие мои. Но нужно, как сказал апостол, приложить все старание. Все старание. Знаете, и пост, и молитву. Хотя я не сказал бы, что мы прилаживаем все старания. Видно по молитвенным собраниям. Пусть Бог нам поможет в этом. Чтобы мы собирались, готовили себя, приходили и радовали нашего Господа. Знаете, искали Его присутствие. Когда-то ученики входили в Иерусалим с Иисусом Христом. Знаете, Он им вот буквально стихом выше говорит, иду в Иерусалим, где придадут смерти меня, убьют. Они идут, говорит, позволь нам сесть по правую и по левую сторону. Знаете, Он им о Божьем, а не ему о земном. Так и мы собираемся на молитвы не для того, чтобы поправить свое духовное состояние, а чтобы помолиться за детей, помолиться за свое здоровье. Давайте будем и молиться за духовное состояние, чтобы оно у нас выпрямлялось, как-то и шло. Потому что Бог обещал много, что побеждающим. Откровение 2.7 говорит, побеждающему дам кушать от древа жизни. Откровение 3.5. Побеждающий облачется в белые одежды. Откровение 21.7. Господь говорит, побеждающему дам все. Пусть Бог нам поможет в этом, чтобы мы действительно побеждали силой возлюбившего нас. Дальше здесь написано, что какие должны быть в нас мысли. Мысли должны быть, смотрите, чистыми. Давайте откроем филиппийцам 4.8. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, пишет апостол Павел, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Знаете, если вот это мы будем стараться выполнять, то Бог будет с нами. Знаете, давайте будем искать присутствие Божие всегда. Да, я знаю, что Он поможет, потому что только в Божьем присутствии мы можем меняться и изменяться. И последнее. Господь хочет, чтобы мы с любовью относились к нашим ближним. Написано, кто не мыслит зла ближнему. Дорогие мои, относиться к ближнему с любовью. Потому что как мы относимся к ближнему, так мы и относимся к Богу. Потому что Господь сказал, что если ты не любишь ближнего, то так ты и любишь меня. Пусть Бог нам поможет в этом, знаете, и приготовиться себя. Есть время, есть завтра, есть послезавтра. А вообще нужно готовиться каждый час, каждый миг. Быть всегда готовым для того, чтобы можно было пристать пред Господом, когда придет этот час. Давайте помолимся ему слава и хвала. Аллилуйя. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за это время, которое Ты даешь еще нам быть в Доме Твоем. Господи, питаться стола Твоего, наполняться, Господи, Тобою, любящий Господь. Слава Тебе и хвала. Мы благодарны Тебе, Господи мой Божий, что Ты нас спас, любящий Господь. Что Ты нас купил своей драгоценной святой кровью. Что Ты, Господи мой, хранишь нас. До этого места мы Тобой были хранимы. Ты дал нам, Господь, желание быть в Доме Твоем. Слава Тебе и хвала. Господи, благослови каждого на этом месте. Господи, помоги нам, любящий Господь, быть всегда готовыми быть в Твоем присутствии, любящий Господь. Помоги нам всегда быть готовыми в трапезе Господне, любящий Господь. Для того, чтобы нам не стоять и не мучиться, Господь мой, в душею, любящий Господь. Чтобы мы могли спокойно протянуть руку, любящий Господь, хлебу и вину. Да будет имя Твое прославлено и возвеличено. Помоги нам помнить, Господи мой Божий, о чем Ты нас предупреждаешь через царя Давида, Господи мой псалмопевца. Помоги это слагать, Господь мой, как Мария в сердце, любящий Господь. И помнить, Господи мой Божий, что нам не дает Господь мой Божий, быть в присутствии Твоем, любящий Господь. И помоги нам во всем. Мы нуждаемся в Тебе каждый раз. Благослови нас и дальше на этом месте пения, Господи, проповеди. Все это служение Твоей руки, Господи. А Ты будь прославлен и благословен. Вечный Бог, Отец.